А я сегодня пирожку... Ну, я когда пеку этот пирожок, я всех угощаю, соседей наши угощаю, продавцов. Вот они мне вчера оставили филейный край. Я им сегодня отнесла пирожка к чаю. Они прям тоже все... Не может быть 83, ну не может быть! Я говорю, ну что вы говорите? Там Татьяна сидела, в коридоре они курили. Ну вот я говорю, Тань, что ж ты куришь, как тебе? Не-я-я-я, чего ты себя не бережешь? Ну ладно, папа. Да ты бы, я говорю, папу от своего мужа как-то бы уговорила. Хорошего ты в этом, ничего нет. Ну вот она говорит. И потом Маришка вышла, мать ее. Ну и в общем мы... Там дом, он такой трехэтажный, наверное, был. Там одни-одни-одни евреи жили. Ну просто вообще такие люди, конечно, очень хорошие. Я не могу сказать, что они очень чистоплотные, нет. Но кушать любили готовить, целый день у плиты. И вот он меня познакомил с этим Милей. И я у них даже жила. Он говорит, домой не будешь ездить, будешь там находиться и работать с ними, он тебя научит всему. Ну вот научил. Конечно, я на фабрику уже пошла, когда мне было 16, а до 16 вот всю войну я работала ретушером. Ну мне что-то там отстегивали чуть-чуть, и хорошо. Он всегда говорил, твоя работа идет без проблем. Вот сдаем работу, у тебя, говорит, сходство один в один. Говорит, вот ну просто на Ширяевке магазин был, там стоял телефон. Это остановки три, пешком туда пройти. Ну и вот в нашем магазинчике, ну, наверное, дойти как до метро. Вот сейчас тут вот был магазин, и возле него потом уже... Вначале-то не было ничего, конечно, это все уже после войны. Когда Милушка была маленькой, ей было 6 лет, когда мать умерла ее. Анюта-то. Ну, а я что-то стал вспоминать, стал рассказывать, как мы с Анютой добывали еду. Конфеты по карточкам, по детским получим, кавказские конфеты. Пойдем торговать. Три пара, три пара. Возле булочной, в Сокольниках была угловая булочная, такая модная была. И вот это уже после войны, после войны, первые годы. А самим хочется конфетку съесть. Народу никто не идет, облизнешь конфеточку опять, на бумажку положишь. Три пара, три пара.